В этом видео вы узнаете вкус около 40 энергосов... Ну и конечно же не забывайте о том, что вкус энергетиков это абсолютно субъективная штука, на вкус и цвет все фломастеры разные. Автор ни в коем случае не пропагандирует употребление энергетиков до 16 лет, а лучше до 18 лет. А также их газированность и возможно даже бодрость. Мда. Ох, как хорошо. Ой, как хорошо. Ой, хорошо. Ой, начнем же мы сейчас. Review. Review for my energy drink. My English is very good and... Больше на английском я не говорю. Меня зовут Валентин Сайгак, также я магистр ордена энергетических сомелье, а также я потерянный войсер, так сказать, человек многолекий. Я вас категорически приветствую и мы продолжаем краткий обзор энергосов, потому что в прошлый раз вы собрали необходимое количество лайков для второй части. Я надеюсь, что и в этот раз вы меня не подведете и соберете целых 500 лайков для следующей части. Потому что, скорее всего, в этот раз тоже не поместится все. И что сказать-то? Мы продолжаем краткий обзор энергосов. Бэм! В прошлый раз я упустил прекрасный энергетик горилла, потому что его еще не было в моей коллекции. Это горилла с гранатом. Вкус гранатового сока, газированность просто шикарная. Такое ощущение, будто ты пьешь реально настоящий гранатовый сок. Вот будто бы тебе его выжили и ты его пьешь. Только он газированный. Не бодрит. Между видосами моя коллекция хоткэт была пополнена новым вкусом мультифрут. Мультифрут как мультифрутовый сок. Больше об этом энергосе сказать мне нечего. И сейчас, как и все хоткэты, он не бодрит и газовость у него нормальная. Однако, в моей коллекции есть еще один энергос. Вот мини-ревью от моей мамы. Пью твою кисю. Вкусная, очень яблочная. Голова перестала болеть. Хотя написано киви и фейхоа, вкус схож с яблочным. Кстати, энергетик меня очень взбодрил. Я как кошка в ночи, глаз не могу сомкнуть. Они действуют, когда очень редко пьешь. С чем я полностью соглашусь. Если вы пьете энергосы каждый день, то, скорее всего, вы не сможете адекватно оценивать их бодрость. Поэтому пейте энергосы как можно реже. Орден энергетических сомелье не потребляет. Орден энергетических сомелье дегустирует напитки. Если вы еще не смотрели первую часть, то обязательно посмотрите ее по ссылке вот здесь. А также ссылка будет в конце видео, ну или где-то вот здесь будет видео летать. Я не знаю, как это сейчас происходит. Там я рассказываю, почему я знаю вкусы всех энергосов. А они у меня записаны вот здесь. И да, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал Ордена энергетических сомелье, потому что именно там будет выложен список всех вкусов текстом и виде. Адреналин голд черный. На запах это кофейный ликер с горьким шоколадом с привкусом выветрившейся колы. На вкус что-то среднее между коньяком и ликером. Адреналин голд белый. Обещает тебе, что будет изящный вкус. Изящный вкус, но на самом деле вкус не особо изящный. Средний между белым вином и шампанским, причем сухим. Я не особо такое люблю. Однако каждый новый глоток все больше и больше настигает твое чувство ностальгии по новому году. Хочется в прикуску мандаринку скушать. Адреналин голд красный. Больше всего нравится из этой серии, потому что он напоминает вкус вишневого блейзера. Да, вкус не особо бархатный, как обещается. Тем не менее, это что-то около вишневого сидра, но больше блейзер. В общем-то вся серия, она не особо газовая, это раз. Во-вторых, она не особо бодрит, потому что объема явно не хватает. Но в-третьих, это скорее не энергетики, а демо-версии алкогольных напитков. Вот если вам не хочется пьянеть во время выпивания чего-то подобного, ну или, допустим, вам хочется попробовать что-то подобное, то вот, пожалуйста, это ваш вариант. Во всем остальном, эээ, не Наргос это. Монстр оригинальный. Сильный выраженный вкус Наргоса и Женьшеня. Бьет по почкам. Очень сильно. Прямо очень сильно. Монстр белый. Приторный, неприятный вкус подсластителей. Его невозможно пить на постоянной основе, но попробовать что-то новое можно. Зато в нем вообще нет сахара, в отличие от Адреналина Зеро. Монстр лока. Приятный вкус манго. Для кого-то может показаться немного приторным, однако для меня это самый любимый и самый классный вкус Энергоса. Минус. Абсолютно нет никакой газовости. Абсолютно. Желтый монстр. На вкус это как свежевыжатый апельсиновый сок с лимоном, с привкусом апельсиновой цедры. Умеренная газовость и он меня не взбодрил, в отличие от всех остальных монстров. В городе пересохло. Надо попить. Кола без газов. Ммм, херня. Импортный ягодный монстр Зеро. Неправильно назвал это Ультра Ред. Клюквенно-клубничный вкус. Немного похож на Ультра Уайт, но при этом не такой приторный. Газовость при этом тоже практически отсутствует. Энергос монстр достаточно различный напиток в зависимости от вкуса. У кого-то хорошая газовость, у кого-то хорошая бодрость. Но при этом я бы лично посоветовал оригинальный и локо. Но это не для всех. Берн оригинальный. Отличный оригинальный вкус энергоса. Больше сказать про него ничего не могу. Берн темная энергия с лимоном. Вкус лимона. Химозного лимона. Будто бы пьешь шампунь. Как в прошлый раз с бабушкой, я посоветую вам попробовать шампунь. Кому-то может понравиться. Я даже не знаю. Яркого послевкусия нет. Все перебивает вкус лимона. Все, кто любит кислые лимонные энергосы, пожалуйста, пробуйте Берн темная энергия. Лично мне не заходит, потому что у меня после этого ощущения, будто бы я выдавил себе в рот, пачечку шампуня с лимоном. Берн яблоко киви. Отличный выраженный вкус яблока и киви. Супер сочетание, как по мне. Один из самых вкусных энергосов. А вы что думали, будет всего один дисклеймер за видео? Нет, это не так. О да, Берн яблоко киви. Как сейчас помню, это был мой первый энергос с неэнергосным вкусом. С него-то все и началось. Практически с него и начался орден энергетических сомеле. Я могу очень долго предаваться вас. Переключить на видео. Быстро. Идеально кислый, идеально сладкий. То, что нужно. Берн тропический микс. Это супер микс тропических фруктов. Непонятно каких, непонятно из чего он сделан. Однако, когда ты его выпиваешь, хочется поиграть на маракасах баночками. Жаль, у меня всего одна баночка тропического микса. В нем немного улавливаются нотки маракуйя, киви и ананаса. Для меня газовость серии Берн немножко слабовата, однако, он очень хорошо бодрит. Вот этого у него не отнять. Реально, после него ты ощущаешь отличную бодрость надолго. Флэш оригинальный. Обычный оригинальный сладкий энергос. Ничего такого. Ягодный флэш. Клубнично-малиновый вкус с примесью клюквенного морса. Ничего такого. У флэша умеренная газовость, ну кто бы что ни говорил, флэш ближе к лимонаду, нежели чем к энергосу. Я чувствую, что меня изобьет огромное количество школьников после этого видео. Обозвать сейчас флэш лимонадом. Смерть подобна. Мне кажется, что на меня обозлится так же и Крэзи Мега Халл. Крэзи Мега Халл. Флэш это лимонад. 100 кВт в банке. Ягодный. Берри. Шокальное качество и дизайна, но при этом отличный, немного приторный, сладкий вкус ягод. Не бодрит. Энергос, который меня действительно удивил, потому что выглядит он просто отвратительно. Вы посмотрите на эту бутылку. Она ужасна. Просто ужасна. Стоимость маленькая, но при этом внутри находится весьма сладкий, оригинальный вкус энергетика. Очень вкусная штука. Не бодрит. У 100 кВт отвратительный дизайн. На банке 4. 4 оттенка розового. Ну это же просто гадство какое-то. Это неуважение к людям. Вот максимальное неуважение к людям. Пауэр Тор. Обычный вкус энергос, но довольно сладкий и нежный. Пауэр Тор Голд. Вкус мандарина с привкусом женьшеня. На послевкусии терпкая цедра. Прикольно. Ягодный Пауэр Голд. Ягодный Пауэр Тор. Один из самых вкусных ягодных энергосов. Вкус малины, клубники, и при этом еще и с примесью яблочного сока. Довольно вкусная штука. Недорогая. У Пауэр Тор отличная газовость, но при этом они все не бодрят. И у них есть очень классная, вот реально крутая черта. То, что все они в себе сочетают еще и оригинальный вкус энергетика. То есть ты пьешь что-то с мандарином, либо ягодное, но при этом чувствуешь оригинальный энергос. Прикольно. Есть еще синий и в банках, но я не пробовал. Синий пробовал, в банках нет. Оригинальный Ион. Очень похож на Блэк Монстр, но при этом вкус нежнее и мягче, но менее насыщенный. Киви-ананас. Вкус киви-ананас я не почувствовал, зато почувствовал вкус медовухи. Кому-то понравится. Ярко выраженный вкус граната. Терпкий. На послевкусии чувствуется имбирь. Конечно, не настолько ярко выраженный вкус граната, как у Гориллы гранат, но тем не менее. Вообще, незапоминающийся вкус. Абсолютно. Вкус, как у обычной спортивной добавки. Словно бы Сашкой мне сюда реально размешали. Кому-то зайдет. Мне, например, не очень. Потому что, когда я покупаю энергетик, я все-таки надеюсь на то, что это будет энергетик. Абрикос-миндаль. Ярко выраженный вкус абрикоса, но слегка недоспевшего. Некоторые называют это урюк. Миндаль я вообще не почувствовал. Все ионы хорошо газированы, но не бодрят. Может быть, лично для меня такой эффект. Не знаю, может вас бодрит. Попробуйте. Что ж, весьма долгий перерыв на то, чтобы подождать, чтобы у меня камера остыла. Продолжен? Закончен. Поэтому мы продолжаем. Зеленый Масайи. Вкус, как у Блэк Монстра, но при этом менее насыщенный. Газовость шикарная. Масайи красный. Вкус, как у Чупа Чупса с колой. На послевкусие это жвачка с колой. У этих Масайи прекрасная газовость. Просто шикарная. Отличная. Самая лучшая газовость, которая может быть просто у любого Энергоза. Ну, всех, конечно, кроме желтого. Потому что желтый это слегка разбавленный на вкус лимонный сок. Абсолютно не запоминающийся вкус. И при этом газовость... Мэээ. Зато Масайи дешманский и довольно хорошо бодрят. Шпиливили. Абсолютно тупое название для Энергозов. Однако, энергетики весьма дешевые. И при этом вкусы у них оригинальные. Нигде такие вкусы в других Энергозах вы не попробуете. Поэтому, если вдруг увидите в магазине, советую взять и попробовать. Правда, весьма оригинальная штука. Потому что это вкус Дамиана и вкус Йохимбе. Что это, я не знаю. Появится вот здесь и вот здесь. Голубой соляр. Смесь вкусов лимона и апельсина. Энергии солнца я не заметил. И витамина Д тоже. Можно ли заметить витамин Д в Энергозе? Наверное, да. Так, ребята, не падайте, пожалуйста, окей? Я понимаю, что я сам сейчас творю полную дичь, но давайте мы не будем падать. Красный. Отдает вкусам вишневого блейзера, но мне кажется, что это не вишня. Но вот блейзером отдает. Темный. Легкий цитрусовый вкус. Возможно, этот вкус не у него. Но так как выпил я его давно, и активатор мозга уже не действует, то я могу ошибаться. Белый соляр. Вкус солода или перебродившего винограда. Что-то напоминает вот эту вот штуку. Немножечко. Такая демоверсия. При этом он намного дешевле, чем адреналин голд, и его намного больше. Так что, если вам нравится вкус не до шампанского, пожалуйста, вот пробуйте замечательный энергетик. Опа, резкая смена кадра. Я что хотел сказать, Валентин, из прошлого, ты когда уже начнешь следить за своим светом? Потому что, как вы заметили, на последних кадрах и на последних энергосах свет будто бы светил из задницы осла. Тем не менее, мы продолжаем. А зверин в светлом. Название как у пиваса, но тем не менее, это приятный, нежный, мягкий вкус энергетика. Самый приятный, нежный, вкусный, мягкий вкус энергетика, который вы можете только найти на просторах нашей Российской Федерации. А зверин прикольный золотой. Вкус, как у Кока-Колы Энерджи, только дешевле и объемом побольше. Вот тебе и приколдесно. А зверин красный пунш. Один из самых вкусных, я бы даже сказал, самый вкусный ягодный энергос, который вы можете найти на российском рынке. Ну, не на рынке, а где-нибудь в Ленте, например. Ну, вы меня поняли. А теперь я могу сказать вам большое спасибо за просмотр. Можете подписаться на мой канал. Нет, знаете что, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, можете еще динкнуть по колокольчику, потому что на ютубчике это именно так работает. А вот так же поделиться этим видео с друзьями, а то чуть ты только один будешь знать все вкусы энергосов. Это как-то ненормально, эгоистично, да? Так что вот сейчас копируй ссылочку и перешли куда-нибудь в ВК, в Инстаграме, а может быть в Телеграме своим друзьям поделись, вот. Также не забывай подписаться на наш Телеграм-канал Ордена Энергетических Сомелье, потому что именно в Ордене Энергетических Сомелье вкусы энергосов будут выложены в текстовом виде, примерно через сутки после этого видео. Да, я говорил об этом, но я скажу еще раз. А теперь пока, а я пошел монтировать дальше. Что ты тут делаешь? Ты уже сходил в магазин за генезис фиолетовая звезда? Вкусный энергос. В Нормане, в Санкт-Петербурге можно найти за 40 рублей. Так он еще и бодрит. Что сидишь? Давай иди. А я монтировать буду. Не, мне, конечно, приятно. Мы можем здесь с тобой очень долго посидеть. Но мне нужно уединиться. Ну, понимаешь, личное пространство. Пока и до новых встреч. Пока.